Неделю назад завершился чемпионат мира по футболу. Остались яркие воспоминания и благодарны за то, что достойно встречали гостей Сочи. В администрации курорта наградили отличившихся работников торговли и общественного питания. В этой отрасли в городе трудится 37 тысяч человек. Именно от их работы зависит оценка местного сервиса. Самое главное, что вы стоите всегда на острие. По вам или о вашей работе, о вашей деятельности судят о городе Сочи. В дни проведения чемпионата мира по футболу нагрузка на общепит выросла на 15%. Были даже сформированы маршруты гостеприимства. В Сочи они проходили по 63 улицам и охватывали 308 с точек общественного питания. Одновременно в них размещалось около 30 тысяч человек. Заполняемость всех кафе, баров и ресторанов составляла 97%. А в ресторанах с национальным меню свободных столиков не было вообще. Кавказское гостеприимство достойно представляло ресторан Руставели, за что и был отмечен почетной грамотой. У нас обширенная грузинская кухня, только грузинская направление. У нас живая музыка, грузинские танцы, певец был. Много закусок, естественно, вино. Мы гостеприимные люди грузини. Всегда красиво и хорошо. Мы встречаем гостей и кормим очень великолепно. Конечно, для любого ресторана самая главная кухня. Полюбилась она особенно голландцам. Сюда они заходили чаще других. Но и интерьер помещения играет большую роль. Чаще всего посетители в этом ресторане выбирают именно вот этот столик. Он даже имеет номер 15. А нравится живописный вид за окном. Впечатляют банановые деревья. Если для болельщиков с севера это экзотика, то для жителей, например, Латинской Америки, ну, ностальгия по дому. Никто из болельщиков чемпионата мира не остался голодным. Более того, во все концы земного шара вместе с сувенирами Мундиаля отсюда улетели сочинские рецепты приготовления хинкали и фирменного салата.